здравствуйте меня зовут шипилов вадим я руководитель проекта решения и председателя общественной организации страна против наркотиков существует много разных программ лечения зависимости об этом мы говорили очень подробно видео ссылку на которое вы видите в верхнем правом углу но сегодня мы поговорим о нашей программе реабилитации программе решения и так программа решения состоит из четырех этапов первые из которых с первого по третий месяц называется интегративным вот об этом интегративном этапе мы сегодня с вами и поговорим этот первый этап также делится на две компоненты первый это первый месяц первый месяц он называется вводный и с 2 3 месяц это переходный этап переходный этап в первом месяце основным моментом является то что за это время ребята проходят всю программу 12 шагов это уникальная история потому что обычно в реабилитационных центрах проходит полгода или год там 1 2 максимум 3 4 шага вот за первый месяц ребята проходят всю программу 12 шагов так как это было изначально когда эффективность программы была от 80 до 100 процентов так как было в сороковых годах это очень важно потому что это скоро медицинская помощь эмоциональная ребята видят всю программу целиком потому что только целиком она работает я имею 12 шаговую программу который мы тоже используем своей работе и имеет вот эту возможность проработки тяжелых состояний с которыми они заезжают центр мы должны понимать что на этом этапе люди которые к нам приезжают это люди у которых отсутствует мотивация на выздоровление у у которых большое сопротивление у которых много страхов у которых проблемы с межличностным взаимодействием и у которых отрицание вообще заболевания как такового исходя из этого мы должны понимать что в задачи первого месяца реабилитация задачи интегративного этапа входит адаптация с правилами жизни в центре это очень сложно для зависимым потому что он жил своей очень странной жизнью которая разрушала его и людей вокруг и сейчас он заехал в сообщество в котором а есть определенные правила где запрещено насилие в любом виде эмоциональная физическая интеллектуальная в котором запрещен мат сленг и так далее которым есть определенные правила обычного общежития которому зависимый ну не привык потому что его обслуживали родственники здесь он действовал манипуляциями здесь какими-то угрозами и сейчас ему нужно адаптироваться в новое экологическое терапевтическое сообщество также на этом этапе делается подбор индивидуального плана выздоровления зависимо относительно его особенностей конечно он в принципе общий но есть такие нюансы как возраст как количество лет употребляемых вещества какое вещество и так далее может быть какие-то сопутствующие заболевания относительно этого формируется специальный личностный план выздоровления зависимого также работают над формированием здорового образа жизни и бережного отношения к себе как это работает когда у нас есть насилие вот мы понимаем когда работаем с детьми мы говорим что если ты проявляешь насилие то скорее всего и к тебе будет такое же отношение вот примерно то же самое проходит и в терапевтическом сообществе мы говорим что если ты будешь вести себя эгоистично эгоцентрично и агрессивно то у тебя будут последствия это не значит у тебя будут бить там потому что это исключено но у тебя будут последствия с тобой люди не будут общаться также на этом этапе происходит формирование здорового образа жизни и бережного отношения к себе о чем это говорит это говорит о том что если ты следуешь определенным правилам то тебе легче жить и ты быстрее пройдешь вот эти тяжелые состояния которые у тебя есть и человек видя на примерах и видя на своем опыте как это работает начинает а бережно относиться к себе и выстраивать межличественные отношения также он учится участвовать в групповых занятиях и в индивидуальных занятиях с психологом почему учится да потому что он видит эффект этого это он видит на людях которые есть рядом с ним и впереди идущие ребята ну и также видит по своим состояниям как ему становится легче когда он прорабатывает это не держит и не упаковывает внутри себя имея весь тот негатив с которым он пришел и так друзья все что мы с вами рассмотрели это происходит в первой части интегративного этапа которая называется вводная это первый месяц а сейчас мы с вами будем говорить об переходном этапе это второй третий месяц и так первое что происходит на этом этапе человек входит в биопсихо-социо-духовную модель выздоровления о чем это он понимает что проблема это не только физическая у него и скорее она не физическая потому что вот он уже прошел острый абсинердный синдром который длится не долго но все равно у него есть там влечение наркотик так называемая тяга на заботе нас веществом и все равно у него все вот эти состояния сохранились и он понимает что кроме биологически есть еще и психическое дальше он переходит к ценностным своим формированием до к духовным аспектам и к социальным потому что это социальная среда терапевтическое сообщество и он начинает осознавать что проблема у него комплексно что зависимость решается только в балансе биологической психической социальной и духовных сфер следующая задача переходной части интегративного этапа это создание здорового образа жизни то есть человек уже встает утром и он понимает что ему не надо бежать употреблять наркотики чтобы хотя бы умыться он уже учится и видит и имеет опыт как можно жить без наркотиков как можно питаться правильно как можно соблюдать санитарные нормы правильные и иметь от этого бонуса потому что с собой просто общаются он начинает разбираться в коммуникациях что лучше с людьми общаться ну по-другому не так как было в употреблении потому что ты с тобой тоже также будут общаться это очень важный момент это создание или формирование здорового образа жизни следующее это введение рабочей тетради по программе 12 шаговой потому что и как я уже говорил это один из элементов которые мы используем в своей работе если вы помните то на первом месяце вот вводной части мы сказали что человек проходит все 12 шагов но потом он входит в программу более это это быстрые шаги так называемые потом он ходит в программу более углубленных проработок шаговых заданий и это тоже задача переходного этапа ну и понятно что это участие во всех мероприятиях это групповая психотерапия это занятия связанные с бытом центра и индивидуальные консультации всему этому человек начинает учиться и привыкать и конечно же на этом этапе он начинает получать уже определенное удовольствие и мотивацию участвовать терапевтических группах вообще в жизни центра взаимодействие с другими людьми и в индивидуальных консультациях и так друзья основные задачи всего интегративного этапа реабилитации с 1 по 3 месяц это как мы помним отсутствие мотивации это создание мотивации для выздоровления это межличностное отношение это интеграция интеграция в терапевтическое сообщество и ознакомление с его правилами и задачами адаптация к режиму сообщества которое живет определенными задачами и устоем формирование навыков межличностного взаимодействия и также это умение проводить самоанализ теперь рассмотрим какие технологии помогают достигать этих результатов первый из них это наставничество это основной и важный отличительный момент терапевтического сообщества терапевтическое сообщество это равны равному это где ребята приходя полностью разрушены уже на начальных этапах понимают свою нужность и могут помогать другим людям и они это делают бескорыстно потому что когда они сюда пришли в таком состоянии им тоже помогали и это так и работает они отдают и получают отдают и получают так что наставничество очень очень важный момент который помогает держать связь между людьми первое помогает человеку чувствует себя нужным и важным при всех этих разрушения которые у него есть также это индивидуальная психотерапия это групповая психотерапия это работа со своим психологом это взаимодействие со своим консультантом и очень важно что все эти этапы все эти этапы расписаны по дням у нас программа запатентованная и там все четко расписано прям по количеству какое количество лекций здесь должно быть просмотрено какие терапевтические задания здесь должны быть сделаны что должно быть прописано что должно быть проработано и так далее ну конечно при корректировке согласно индивидуального плана друзья и конечно же очень важно чтобы все эти навыки которые получаются были применены в жизни а первое где они могут быть применены это конечно же семья и мы понимаем что в употреблении семейные отношения были очень отравленными они были токсичными и вот сейчас на этом этапе семья семья учится по-новому общаться это вместе с психологом проходят специальные семейные сессии которые проходят по определенным сценариям для определенных проработок в которых люди начинают общаться с друг с другом в другом формате для того чтобы не было никаких провокаций не было страхов обид и так далее это очень важно из-за того что мы понимаем что с очень важной компонентой в этом моменте является родственники у нас есть для родственников программа выздоровления которая тоже рассчитана на то же время которое зависимое находится в программе решения и эта программа для родственников тоже четко прописано и они проходят свою программу и человек находясь вот здесь вот стационаре и люди которые находятся в программе выздоровление для родственников они собираются на семейные сессии и там происходит много чудесного друзья и нам нужно понимать что вот этот этап с первого по третий месяц это самый энергозатратный самый важный и фундаментальный этап лечение зависимости это то где закладывается в принципе все что будет работать в дальнейшем у нас есть много видео на нашем канале подписывайтесь смотрите там есть отзывы людей и вы можете с ними ознакомиться также вы можете позвонить на горячую линию по телефону который вы видите на экране и 24 часа в сутки наши специалисты бесплатно анонимные конфиденциально дадут любую информацию которая вас интересует а я желаю вам мира до свидания